100 лет обществу «Динамо», 20 лет кинологическому центру Федеральной таможенной службы России и 15 лет с момента основания таможенной кинологической службы отметили открытием чемпионата таможенных органов России по многоборью кинологов. Яркое действие, которое могли посетить все жители Щелково, состоялось 30 мая на стадионе имени Николая Николаевича Озерова. Выступление воспитанников 1-го Московского кадетского корпуса, танцевальных творческих коллективов, оркестра Федеральной таможенной службы России и знаменитой Щелковской звездочки. Финалисты конкурсов «Синяя птица» и «Голос дети» Вани Рагунова не оставили равнодушными никого, но особое внимание и самые громкие аплодисменты главным героям чемпионата – кинологам со служебными собаками. В ходе показательных выступлений они продемонстрировали зрителям настоящие чудеса дрессировки и профессионального мастерства. Собаки никогда не ошибаются. Да, действительно. Но я отсюда вижу, что приблизительно, наверное, более 10 тысяч долларов. Кинологический центр Федеральной таможенной службы России – особая гордость городского округа Щелково. Расположенный в деревне Орлова, центр уже 20 лет готовит профессиональных таможенных кинологов и обучает служебных собак. За время существования центра было подготовлено более 2000 специалистов-кинологов и более 1200 собак. А учиться сюда приезжают из всех регионов России. Кинологов учат основам работы со служебными собаками и зоопсихологии, а самих собак тренируют распознавать необходимые запахи – табака, денежных средств, взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и даже редких объектов флоры и фауны, находящихся под угрозой уничтожения. Кинологический центр Федеральной таможенной службы России с момента своего основания и по сей день выпускает одних из самых высококвалифицированных собак в мире. Уважаемые служащие, уважаемые гости почетные, уважаемые граждане городского округа Щелково, позвольте мне сегодня поздравить вас с этим замечательным юбилеем. В этот праздничный день от всей души желаю вам новых успехов, крепкого здоровья и благополучия. На открытии чемпионата юных щелковцев ждал приятный сюрприз – награждение победителей и призеров конкурса детского рисунка «Собаки в жизни человека», организованного Кинологическим центром Федеральной таможенной службы России и Комитетом по образованию городского округа Щелково. Свои работы на оценку экспертному жюри представили более 150 наших школьников, которые в очередной раз доказали, что они не только творчески одарены, но и по-настоящему любят животных. Ну а кинологи со служебными собаками с нетерпением ждали первого этапа чемпионата, который начался тут же на стадионе сразу после церемонии открытия. Лучшие из лучших таможенных кинологов с четвероногими помощниками из всех уголков России готовились пройти серьезные испытания – поиск наркотических средств в багаже и денежных знаков в ручной кладе. После прохождения этапа специалистов ждал строгий вердикт судей – оценивались общее время поиска, уровень навыков собаки и даже время, прошедшее между обнаружением нужного вещества и подачей сигнала кинологу. Соревнования сегодня проводятся десятые, юбилейные, сюда приезжают кинологи, лучшие кинологи со всей нашей России необъятной, от Дальнего Востока до Кавказа, Сибирь. Здесь представлены все регионы, это лучшие кинологи, которые прошли соревнования отборочные у себя на родине и их сюда направили, чтобы победить. Они уже победители, они уже победили у себя, чтобы попасть сюда. Они молодцы, я им горжусь. Впереди у участников чемпионата еще несколько этапов, но уже в поле, в условиях, приближенных к реальным. А 2 июня судьи вынесут окончательное решение о том, кто же в этом году станет лучшим. Пожелаем же удачи настоящим профессионалам, которые заботятся о том, чтобы наши границы каждый день были в безопасности. Анна Коростелева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.